МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Джамиля Шарипова. Акция «Зелёные километры» продолжается. Теперь к ней присоединились работники администрации строящегося духовного центра имени Пророка Исы. На территории центра сегодня были посажены деревья. В акции приняли участие не только общественные и религиозные деятели, именитые спортсмены. Изъявили желание поучаствовать в озеленении и молодожены прямо со свадебной церемонии. Главная цель этого мероприятия – внести посильный вклад в озеленение республики. Напомним, что на территории духовного центра в будущем будет разбит большой парк, где смогут отдыхать дагестанцы со своими семьями. Услышав акцию нашего президента, мы решили такой знаменательный день поддержать его и решили приехать на республиканскую мечетку. Иси, алей-иссалям, решили мы посадить саженцы. Когда эта акция была начата, мы были за пределами нашей родины, были в регионах России, поэтому сегодня решили поддержать от всей спортивной общественности. Вот много спортсменов приехало сюда. Мы полностью поддерживаем инициативу главы республики Дагестан «Зеленый километр». И сегодня пришли сюда, в духовный центр имени Иса, алей-иссалям, на посадку деревьев. Мы знаем, что это все остается для наших последующих поколений. Это будет хорошее место, хороший пример. И уверен, что Дагестан скоро будет самым зеленым регионом Российской Федерации. Сегодня проходит здоровая акция, в которой молодежи республики, в первую очередь спортсмены, поддержали акцию главы республики «Зеленый километр». И мы на самом деле рады участвовать в этом таком проекте, можно сказать, в акции. Сегодня, в этот прекрасный субботний день, по приглашению коллектива Духовного центра имени Пророка Иса, принимаем участие в акции «Зеленые километры», акцию, которую запустил глава республики Владимир Абдулевич. Хочу поблагодарить коллектив Духовного центра и всех, те, кто принимали сегодня участие в этом благоугодном деле. Молодые и талантливые продолжают демонстрировать свои вокальные данные в финале конкурса «Я люблю тебя, Россия». С каждым годом фестиваль становится популярнее. Растет и количество участников. В этом году в нем участвуют более сотни молодых людей со всей республики. Было на мероприятии и моя коллега Зумруд Гамидова. Традиционно со всех районов в столицу республики снижаются молодые и талантливые ребята, чтобы в очередной раз сказать «Я люблю тебя, Россия». Я как юнормеец хотел спеть песню для России. И я гражданин России. Каждый человек должен отстоять за свою родину и быть мужественным. На сцене русского театра звучат голоса тех, кто стал победителем на муниципальном уровне. Другими словами, здесь собрались лучшие вокалисты республики. Без исключения, все ребята владеют вокальными данными. Все они разных возрастов, от совсем юных до уже достаточно взрослых, которые участвуют в конкурсе не в первый раз. Для многих это ступень для будущей карьеры. Большинство ребят мечтают профессионально петь на большой сцене. Это поднимает какой-то патриотический дух, то есть это как-то сплочает народ. Это все-таки межрегиональный конкурс. И также можно испытать удачу или же свои силы проверить. По словам организаторов, фестиваль стал площадкой для раскрытия творческого потенциала участника, выявления талантливой и, главное, патриотически настроенной молодежи. Цели в рамках реализации нашей программы и патриотического воспитания. Но большой интерес у молодежи, большое количество коллективов приняло участие. Прививаем любовь к родине, патриотизм в молодежной среде. В основном же песни посвящены Великой Отечественной войне и героизму наших, и героев России, Великой Отечественной войны. И поэтому такой фестиваль, я думаю, и зрителям, и участникам очень интересный. В следующем году участники конкурса попробуют свои силы на Всероссийском фестивале патриотической песни в Москве. А в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошла презентация книги «Кубачинские зарисовки» Закаре Юзбашева. С творчеством автора пришли ознакомиться кубачинцы, земляки Юзбашева, его друзья и коллеги. Закаря Юзбашев – кандидат медицинских наук. Более 60 лет он живет и работает в Саратове. Но, находясь далеко от родины, он бережно хранил воспоминания о родных краях, которые решил изложить в своих зарисовках. Книга рассказывает о событиях, которые в разные годы происходили с автором в родном ауле Кубачи. Участники презентации говорили о творчестве Закаре Юзбашева, в прошлом врача-кардиолога, а ныне профессионального писателя. Это возрождение памяти о кубачах, возрождение нашей истории, чтобы молодежь понимала, знала, кто они, чем они занимаются, чем должны заниматься. К сожалению, мы теряем особенно малые языки, которым он тронет в кубачинский язык. И нам очень интересно сохранить память, те истории, события, случаи, которые были у нас в нашем родном селе. В социальной сети уже давно перестали быть просто средством общения, превратились в инструмент донесения разного рода информации. На следующей неделе в сети интернет появится короткометражный фильм об отношениях между соседями. Фильм повествует о том, как важно проявлять внимание к людям и оказывать им помощь, не ожидая от них слов благодарности. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Добрососедство – прекрасная человеческая черта, которая на сегодняшний день, увы, находится не в тренде. Возможно, это из-за того, что каждый стал больше увлечен своими проблемами и уже не находится времени уделить внимание не то что соседям, но и близким родственникам. Пробудить в людях угасающее чувство заботы о ближнем попытались неравнодушные люди, снявшие небольшой короткометражный поучительный фильм. В мое рекламное агентство обратился человек по имени Мухаммад с предложением снять короткометражный социальный фильм. Мы прописали сценарий, подобрали актеров, выбрали необходимую локацию для съемок. Они прошли на удивление легко, да, возникали трудности, но мы их преодолели. Снимая этот фильм, мы в первую очередь хотели затронуть тему добрых отношений с соседями, так как нам предписано это в священном писании. И я очень надеюсь, что этот фильм принесет много пользы нашему обществу. Действующие лица фильма – это пожилая, одинокая женщина на пенсии и молодой парень Мухаммад. Оба живут по соседству и оба друг другом не знакомы. Мухаммад, как примерный сосед, старается выйти на контакт с женщиной, желает помочь ей. Но на все его попытки помощи женщина отвечает отказом. Но это его не останавливает, и он решает помогать ей втайне. Ты можешь жить в одном доме около года, и ты практически не знаешь, кто у тебя там на раху живет. И знаешь, самое обидное, что самое обидное – это самообман. Ты думаешь, а что он такой гордый, что он не подходит, что я должен подходить. И ты себя как-то внушаешь, говоришь, пускай он первый подойдет, или пускай он сам подойдет, потом я подойду. Он, наверное, не хочет. Сколько есть у нас таких соседей, у которых нет возможности. Любой социальный фильм, он несет какую-то идею. И если таких подобных роликов будет как можно больше, я думаю, наше общество будет обращать гораздо больше внимания на те проблемы, которые есть. И не только обращать, но и решать эти проблемы. Как говорят авторы фильма, тема для их карткометражки выбрана не случайно. На сегодняшний день люди стали гораздо черствы по отношению друг к другу и не стараются оказывать помощь близким. Порою, живя на одной лесничной площадке, соседи бывают совсем не знакомы. И в этом видеоролике мы с командой хотели дать знать, чтобы люди проснулись, смотрели вокруг, кто вокруг живет. Есть ли какие-нибудь соседи, кому нужна будет помощь. На сегодняшний день, аль-хамду-ля, мне, например, Аллах дал возможность помогать кому-то, помочь своим соседям. И через этот видеоролик мы хотели донести до людей, что надо интересоваться делами соседей, надо интересоваться их состоянием. И через этот видеоролик хотели немного маленький призыв сделать. И думаю, иншаллах у нас это получилось. По словам авторов, они сняли этот карткометражный фильм с целью побудить людей быть ближе друг к другу. И не стоят в стороне, когда кому-то нужна помощь, а уж тем более, когда для ее оказания есть все силы и возможности. Абдулла Алиса, Магетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Победителей международных соревнований школьников по ментальной арифметике встретили в аэропорту. Юные чемпионы заняли призовые места на всемирных соревнованиях в Малайзии. Чемпионом мира среди 12 тысяч ребят из 80 стран стал Магомед Кагиров. Ментальной арифметикой мальчик занимается всего лишь три года. И не в первый раз доказывает, что он лучший из лучших. Узнав о чемпионате, сразу решил, что будет принимать участие. Настроен был только на победу, рассказывают родные. 12-летний дагестанец уже становился золотым призером Всероссийского чемпионата в Москве и Северокавказского в Грозном. Третье место заняла школьница из Махачкалы Асиат Умарова. Она также не в первый раз участвует в соревнованиях по ментальной арифметике подобного масштаба. В мае текущего года Асиат заняла второе место на чемпионате Европы. Так же, как и арифметику, Асиат с большим увлечением изучает немецкий язык. В ближайшее время в планах у девочки сдать экзамен на знание немецкого языка в институте ГЁТЭ. Собрались, чтобы поздравить меня. Мне очень приятно. Поклон, то, что вы заботитесь, проявляете, то, что вы поддерживаете ваших детях во всех начинаниях. Это были все новости. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин